Примерно 9 месяцев вы с экранов телевизоров в моем исполнении не видели то, как вкусно можно питаться, как классно можно веселиться. Почему такое случилось? Потому что, ну, было место веселое. Кормили там невкусно, поэтому рекламу про то, как там вкусно кормят, я снял с эфира. Вот, затем уже человек решил сэкономить 500 рублей, ну и попал на 500 тысяч. Ладно, сегодня и сейчас мы с гордостью представляем шоу-кафе «Султан». Располагается на пересечении улицы Советской и Труда. Вот, если на сельсовет отсюда смотреть, то видно, сегодня и сейчас все живущие в южных районах города Магнитогорска могут спокойно себе позволить за недорого, примерно за 400 рублей на человека, и выпить, и закусить, и потанцевать. И тут вот понимаешь, что сказка-то рядом. Местечко уютное, не по масштабам кафе навороченное. Стоит заглянуть. Тем более, что оно буквально под боком у 200-тысячного населения южной части Орджоникидзовского района, которому делать-то и нечего. Заглянуть и попробовать вкуснятину. Ум отъешь какую. Вот мне лично для полного потрясения не хватило эфирного времени передачи, поэтому передавать ощущения буду дозировано по одному блюду в сюжете. Что-то давненько мы невкусненького не кушали. Знаете почему? Во-первых, потому что и покушать-то негде. Фактически мест, где профессионалы готовят, их не осталось. Все почему-то решили, ну, влупиться, наверное, в бар, там, еще что-то. Ну, в такие мелочевки, где накрутка хорошая. А так, чтобы покушать вкусно. Так вот, кафе Султан, что на труда 43А, для себя выбрало немножко другой принцип работы. Принцип работы – это очень-очень вкусно кормить. И покушать вы можете здесь практически круглые сутки, ну, от когда дискотека работает. А так, ну, с 12 до 12. Пожалуйста, приезжайте сюда, приводите делегации и кушайте. Ну, чтобы вам было понятно, что сегодня мы будем кушать, от чего у вас обязательно потекут слюнки. Это кабарга, это уже текут слюнки, это бисбармак, да, так тяжело мне. И фунчоза, ну, из истории отношений. Дело в том, что сюда, в кафе Султан, часто приглашают коллектив моей супруги. Это лучший ансамбль восточного танца, причем без озарения совести. Амрита. Так вот, девочки выступают здесь и говорят, что очень клево. Я проверил, действительно, очень клево. И это не кафе по антуражу, это настоящий ресторан. При этом здесь, ну, не ресторанные цены. И как тут готовят? Естественно, вы пришли, чтобы покушать и потратить определенную сумму. Сколько вы тратите каждый вечер? Я лично трачу, ну, не менее 500 рублей. Водички попить там, пельмешков купить, еще чего-то. Вот. Мы решили упаковаться в сумму примерно 600 с небольшим. Ну, чтобы вы поняли, насколько плотно можно покушать. Вот это мое, не маленькое. А вот это блюдо, которое можно покушать, и холодно в том числе. Это кабарга. Сделана она из баранины и подается со свежими овощами. При этом баранина делается запеченная. И, кстати, это блюдо вы можете... Я сейчас сдохну точно. Кушать и не горячим. Давайте попробуем. Вообще, я к баранине испытываю самое нежное чувство. Потому что, извините, но сам-то я крупный барашек. Так вот, для того, чтобы холестерин выводить, вот такое мясо не надо. Не свинина, а именно баранина. Для того, чтобы баранину приготовить, талант нужен необыкновенный. Для того, чтобы баранина даже охлажденная была, вкусная, талант нужно быть вдвойне. Да. Как это все звучит. Видите, как откусывается грудинка барани. И так она тает во рту. Специи, вкусности. Посолено. Суновидите, выжит. И как раз После этого еще и перчик. Пормленная, запеченная баранина. Готовится примерно по 2 часа. За полтора часа, кстати, вы здесь можете, ну, очень хорошо время провести. Теперь цена этого блюда, как говорится. Теперь падайте. Полтора часа баранины. Не дешевая, но нишняя. Блюда-то чуть-чуть дороже, 200 рублей. А удовольствие. Удовольствие на 500. А теперь, а теперь будет, ну, такой простой и обычный, казалось бы, бешбармак. Ну, и алаверды, кабарги, еще с овощами перед бешбармаком. Мясо баранины так подготовлено и приготовлено, что в зубах оно не застревает, кстати. Это, к слову, о тех шашлыках, которые вы часто кушаете. Теперь, ну, что, по бешбармаку. Как будем кушать? Традиционно? Ну, я вам расскажу, что такое бешбармак зато. Традиционный бешбармак. Вот, мы ели не так часто. Наверное, раз в 10 село. Когда приезжали в Бреды, Чесму, Варну, ну, это село, в общем-то. Вот, потому что телевизоров там встречали именно бешбармаком. Вот, телевизоров кафе Султан встречают бешбармаком. Ну, это не зря, кстати. Потому что тут вообще, ребят, без базаров и тест-драйв, как говорится, вживую. Вот, сейчас попробую и скажу вам. Дело в том, что я сам очень люблю готовить бешбармак. Для этого я покупаю, естественно, канину. Бешбармак от кафе Султан. Это бешбармак из канины. Туда я добавляю еще баранину. И, и, и... Ну, и где-то целый день я выкидываю. Потом все это я дело съедаю примерно в течение суток. То есть, бешбармак кушаем на ужин, ночью, на завтрак, на обед уже не остается. Ну, настолько вкусная штука. Вот. Естественно, это блюдо, ну, попробовать каждый день нереально. Попробуем здесь. Вообще, ну, если вы приедете туда, где я вам рассказывал, бешбармаку будете кушать руками. Это традиционно. То есть, берем сочинь, с луком. И закидываем. А потом закидывается кусок мяса. Вообще, если честно, мы приехали сюда, ну, настроить аппаратуру всего полтора часа назад. Я сказал, ну, давай, что-нибудь, по-быстренькому. По-быстренькому, да? Ну, конечно, так бешбармак есть вот традиционно надо. Потому что в оконцовочке, там есть такая традиция, берешь самый жирный кусочек и самому уважаемому человеку. Бешбармаку от кафе «Султан» я вообще без базаров ставлю 5 баллов. Как вы догадываетесь, таким блюдом можно легко наесться и даже такому хряку, как мне. Теперь опять цена вопроса. Бешбармак. Блюдо, которое вы дома приготовить не может быть раз в туалет, и то не в обед. Так вот, цена этого блюда, те же 200 рублей с небольшим. При этом, ну, посмотрите. Вот на эту физиономию, которая требует к бешбармаку. Что-нибудь покрепче, чем минералка. Но придется минералочкой. Хотя вы тут можете и другие вещи попробовать. Естественно, все то, что вы можете ощутить своими глазами, ушами и внутренними органами, для вас абсолютно бесплатно. И это про вход. Мало того, есть возможность заказать любимую музыку и дискотеку и поздравления. И все ограничивается только полетом вашей фантазии и чуть-чуть немножко волшебных шабузей в кармане. И все это в лучах лазеров, и света, и под реально мощную музыку, которая не сжет ваши уши. Вот оно. Бешбармак. И многое чего, что сюда зашло вместе с фунчозой. Пацаны, мальчики, девочки, господа, дамы, товарищи и товарищи. Единственное место, где я сейчас могу голову на плаху положить и сказать, что здесь вот так вот, это кафе Султан. Теперь, почему здесь очень клево, весело и замечательно. Ну, потому что, конечно, в других заведениях вы можете наткнуться и на живую музыку. Но Магнитогорск, это не Самара и не Москва. Из Магнитогорска певцов, ну, качественных певцов, я знаю 0,5 человек. Вот, извините, у нас город Металургов, а видеинженер, оператор, ну, худо-бедно журналистам, никакой, естественно. Специалист по компьютерной графике, звукорежиссер, водитель, бухгалтер, осветитель, менеджер, маркетолог. И это все в одном, это только один человек, догадайтесь, кто. Вот, естественно, всего бы это не случилось, если бы не было у меня большого желания показать вам, как надо отдыхать. В свое время мы вам показывали, но сейчас добавили. То есть закрытое помещение, обалденная мощность, и тот человек, который с детства впитал в музыку. То есть под стол я ходил, под песенку «Издалека долго течет река Волга». В первый класс я ходил под Муслимом Агамаева, есть такая композиция, приснилась ночью песенка как-то, очень веселая. И я даже знаю, что такое скорость 45 и 77. Вот, уже в 90-м году я с телевизора записывал Томс Дайнер и Pet Shop Boys на бобинный магнитофон. Затем уже переделывал кассетный магнитофон, ставил туда систему динамического подмагничивания. В общем, и виниловый проигрыватель у меня тоже был. И компакт-диск проигрыватель первый в том числе. И я, наверное, единственный, который до сих пор имеет коллекцию 250 аудиокассет. То есть все то, чем богаты, тем и рады. Поэтому приходите сегодня, да и всегда сюда. Теперь маленький варнинг. Дело в том, что достаточно долгое время кафе «Султан» практиковало закрытые вечеринки. То есть, ну, типа юбилеи, свадьбы и банкеты. Сегодня мы немножко все это дело подвинули. Поэтому каждый божий день с понедельника по четверг, это 7 часов, пожалуйста, ну, доставки, до скорби, усидите там, если не упадете на теплые полы. Вот, если вы пришли сюда или позвонили, что лучше сделать, я телефон сейчас укажу. Вот. И узнали, что, ну, сегодня, допустим, или завтра, или послезавтра банкет. Ничего страшного, банкеты здесь до 11 часов. В 11 часов включается то самое автостоп-шоу. И, естественно, в ближайшее время вы сможете со мной здесь пообщаться неформально, попить свежевыжатые соки. Вот. Чуть позже я посажу, естественно, диджея. Ну, а в самые ответственные моменты, ну, мы с вами так дадим, как мы с вами давали и с моим свояком на день города, на день строителей. Помните, как было весело. Так что все то же самое здесь, сегодня и сейчас, только в кафе «Султан». Что на пересечении улицы Советской и Труда. Найти абсолютно просто.